Министры стран УПЭК+, завершили переговоры по политике на рынке нефти и договорились оставить в силе план восстановления добычи нефти на уровне 2,1 миллиона баррелей в сутки в течение мая-июля. Согласно итоговому заключению картеля, на рынке отсутствуют значительные риски, способные негативно повлиять на объёмы добычи. В отличие от предыдущей встречи, когда очень много было шума информационного вокруг этого совещания и различных слухов, то здесь всё прошло на редкость спокойно и быстро. Сама встреча после того, как вчера собирался технический комитет, сегодня встречался координационный комитет. Встреча на уровне министров ассоциаций, альянса УПЭК+, прошла всего за 25 минут. Все решения были приняты без всяких споров, мгновенно. Министры УПЭК+, не обсуждали вопрос возвращения иранской нефти на рынок в ходе заседания. Основная причина – отсутствие ясности в итоге переговоров между США и Ираном по отмене американских санкций. При этом сама перспектива возвращения Тегерана в большую игру стран-участниц УПЭК+, не настораживает. Предполагаемое возвращение иранской нефти на мировой рынок будет проходить упорядоченным и прозрачным образом, уверены эксперты. Иран является частью УПЭК. Иран подчиняется общим правилам, которые существуют. Он будет подчиняться общим правилам, правилам по квотированию. Сейчас они на него не распространяются просто потому, что и так наложены санкции, и так Иран вынужден был сократить добычу. Важной темой для обсуждения стало восстановление Саудовской Аравии, крупнейшим производителем нефти в УПЭК, добычи нефти. В мае уровень производства этой страны достиг 8,5 миллионов баррелей. Саудовская Аравия продолжит постепенно наращивать объемы до конца июля, когда истечет текущее соглашение. Следующее заседание Министерского мониторингового комитета и встреча министров назначено на 1 июля. Ежемесячные заседания позволят странным участницам оставаться внимательным к деталям и держать руку на пульсе рынка. Фонд Барамов, CBC